есть у меня в коллекции такая серебряная монеточка это копейка времен петра великого 1710 года выпуска самый разгар монетной реформы петра великого так ну и что же все это хорошо но хотелось бы вспомнить чем там был так славен этот 1710 год в истории россии вовсе в мире вся территория государства за исключением городов разделена была на доле административное деление исключительно ради фискальных целей и доли были отданы в заведование ландратов кроме ландратов при губернатор ставили ландрихтеры для суда по земельным делам обер коменданты и коменданты по делам военным интриги понятковского подняли восстание начаров то же самое время петр усиленно стал наставить на удаление карла из турецких пределов грозя в противном случае начать военные действия союзе с польским королем результатом этого было решение дивана 20 ноября 1710 года объявить войну россии крымский хан давлет гирей получил предписание готовиться к походу русский посланник толстой посажен был всеми башенный замок получив известие об этом петр немедленно двинул войска под начальством голицына и шереметьево с 1695 по 1710 построено 67 кораблей фрегатов прамов почти столько же галер бомбардирных судов брандеров и до одной тонны бригантин до одной тысячи бригантин шняв и других мелких судов по поспешности постройки сурелес для ее употреблявшейся и наконец повреждений которым суда подвергались при проходе через мелководие на устье дона все это приводило к их преждевременную негодность так что весной 1710 года при объявлении войны турции в таганроге годных службе оказалось только пять кораблей 1 фрегат 2 шнявы и 1 тялка морским артикулом 1710 года был установлен в качестве наказания проволакивание под кораблем перепись 1710 года произведенной при петре носила черты подворные переписи но была сделана попытка записать оба пола получилось так что при пересе как при пересе 1678 года численность податных хозяйств сократилась на 20 процентов петр отверг результаты переписи десятого года и приказал принимать подойти по книгам 1678 и произвести новую перепись в течение 1716 и 17 годов вот с 1710 года начинается новый этап строительства петербурга закладывается церковь исаакия долмацкого основывается монастырь александр невского просека соединивший монастырь с адмиралтейством стал называться большой перспективой нерский нерский проспект так в десятом году анна ивановна императрица всероссийской которая впоследствии стала вот вторая дочь иоанна иоанна алексеевича и царицы проско и федоровны не получила хорошего воспитания которое могло бы развитие придворное дорвание учителями и были гидрих остерман брат вице-канцлер и рамбург танцевальный мастер результат такого обучения были ничтожны анна иоанновна приобретала некоторые познания в немецком языке от танцевального мастера могла научиться телесному благолепию и комплиментам чинам немецким и французским но плохо и безграмотно писал по-русски до 17-летнего возраста она большей частью была проводила время в селе измайлове в москве или петербурге под надзором тетки екатерины и дяди петра великого который однако не позаботился исправить недостатки воспитания из-за политических расчетов выдал ее замуж за курлянского герцога фридриха вильгельма осенью 1710 года внешнюю торговлю петр считал одним из действительнейших средств приобщить россию к западноевропейской культуре в начале своего царствования он принимал энергичные меры к расширению архангельская трижды посетил его и построил на салмбальской верфи несколько кораблей для экспорта казенных товаров за границу и торговля архангельская быстро развивалась в конце 17 века оборот и достигал 850 тысяч рублей а в 1710 1 миллион четыреста восемьдесят пять тысяч рублей переписная книга верхотурского уезда была составлена вот двора в нем живет верхотурский неверстанный сын боярский яков дырин двадцати четырех лет у 40 лет у них сын петр 6 лет дочь а в доте 9 лет у него сестра татьяна 18 лет у них дворовая жженка федора 30 лет 1710 сентября в день по указу великого государя царя и великого князя петра алексеевича все великие малые белые россии самодерца на съезжем дворе перед переспешиком герасим афанасьевичем корсаковым абонежские пятен и заонежские половины никольского пшевского погоста асафьева иванова сына дирина крестьянин деревни горчакова и знаете и сказал чертич он там сказал так ну самара в 1710 году 9 и в девиих жигулевских горах открыт казенный серный завод по зуме иностранных специалистов качестве и не хуже итальянской горючей на руднике работали пленные шведы куда же еще было девать также было завершено во франции строительство версальского дворца русские войска взяли ригу дюня мунде пернов арнсбург ревель выборг кексгольм и эльблонг это в пруссии первый курултай трех жузов в районе каракумов на который было решено собрать народное ополчение против джунгар выборг сдается после осады русской армии генерала апраксина испанские войска потерпели поражение от объединенных войск священной римской империи великобритании соединенных провинций в битве при альменаре герцог карл высадился в испании прогласил себя в мадриде королем победа австрийцев над армией ракоцы у рахманы сальнюка эгера венгар отступили мункачу господарем молдавии дмитрий становится дмитрий константинович кантемир в 1710 году еще на один год всего то польский сейм варшавская рада поляки окончательно отказались от претензий на левебережную украину и киев в ноябре турецкое правительство как я уже говорил заключила русского посла всеми башенный замок и объявила войну россии турки и имениты напали на ливан они свергли кайсидского эмира хайдара из рода шихаб и переворотили ливан в обычный пашалык начало крестьянского восстания в пенджабе во главе с сектой сихов 11 гурубандой повстанцы овладели сирхиндом установили власть на значительной части западного пенджаба и приступили к лохору 9 февраля указ петра первого введение в россии гражданской азбуки так из того из тех кто родился в этот год 4 января джованни батиста перголези итальянский композитор 6 февраля пол white hat английский поэт сатирик 15 апреля уильям куллин шотландский врач обосновал нервный принцип регулярно всех жизненных процессов односторонний истолкованный применительно к клинике и терапии предложил термин неврозы 22 ноября родился вильгельм фридеман бах немецкий композитор сын юлана себастьяна баха вот такие у нас события истории в россии мире за тот далекий 1710 год так явно секундочку заднеку монетки покажу на что он похож такая вот такой вот ну что ж на этом пожалуй все спасибо за внимание до свидания